Очень хорошо у него это идет. Когда он обыгрывает таких асов, как Крамника, это, конечно, впечатляет. С4 черные сразу же цепляют центр. И получается у нас Грюнфельд. Грюнфельд с пешечкой с G2, G3. Но вот черные не стали разменивать коней на С3. В этом случае белый центр значительно усилился. И у нас сейчас фактически переходит... Мы переходим к английскому началу. Правда, черная пешка по-прежнему остается на Е7. Она не встает почему-то на Е5. Конь А6. Ох, как хитрой играет Ян. Смотрите, он пока не определяет положение пешек в центре. Куда идет этот конь с А6? Большой секрет. Но, видимо, через С7 куда-то в центр. Но посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, ходы Свидлера пока более естественные. Более простые. Он действует по канонам. А6 это тонко. А6 это очень тонко. Может быть, слона на Е6 хочет поставить Ян. Но тогда конь на Е4 выставит. А стоит над белым как-то ограничивать? Нет, конь на Д4 не выйдет. Аж 4 где-то играет белым. Аж 4? Ты думаешь, что черные Ж5 сами хотят сыграть? Не уверен. Я не уверен. На всякий случай. На всякий случай. Да, но вот здесь такая забавная ситуация, когда стороны не входят в контакт. Они как-то немножко таятся и издалека поглядывают друг на друга. Знаете, как в средние и в древние века два войска стояли на каком-то расстоянии и обменивались только словесными угрозами. Стояние на реке Угре? Да. Вот на двух разных концах поля стояли. На четвертую линию все-таки заступил один боец. Он не Е4, да. Так. Боец под названием Лошадь. Слон Ф5. И Дуджей его встречают хуком справа. Ну ничего страшного не произошло. А вот конь на А6 черным и пригодился. Разменял очень опасного белого коня. Объективно говоря, ничего здесь у белых быть не должно, потому что и слон Ж2, и ладья С1 упираются в пешку С6. Мне кажется, что примерно равные позиции. И у черных все фигуры стоят по-божески, нормально. Сейчас еще может быть слон Ашты можно сыграть, разменять белопольного слона. Поэтому может быть белым ладья ФЕ1 можно сыграть. Или ладья С1. Очень быстро играет непомнящий. То есть вот сейчас опять сколько ходов сделано, у него прошло 20 секунд. Ну Ян в хорошей форме. Когда он в хорошей форме, он играет не только быстро, но и сильно. Так. Ферз Б4. Нападение на коня и на пешечку Е7. Интересно, что взятие на Б6 Ян допускает, но очевидно видит, что там на А2 пешка провисает. Ладья Са8 может развиться, не сделав ни одного хода. А почему конь Д5 не забыло пойти? Можно было. Можно было. Но конь Д5, ферз А3 все равно под Е4 где-то попадает потом. Я думаю, что какие-то есть маленькие нюансы такие неприметные глазу. Ферз А3 все равно так ставит. На самом деле ферз А3 занимает интересную позицию. Пешку на А7 атакует, да, пешку на Е7. То есть смотрит во все стороны. Е5. Ага. Вот Ян все-таки демонстрирует боевой настрой. А вот теперь следующий белый конь идет на С5. Может быть сейчас этот конь как раз тоже перейдет на это ключевое поле. Возникает вопрос, что делать Яну? Ну, вообще напрашивается, конечно, слон А3. Да, так и сыграло Янчик. Молодец. Вперед. Сейчас угрожает уже взятие на Ж2. Может быть где-то ферз Д5 шаг последует. Да, можно просто пешку Ф7 отправить вперед в бой. Взял на А3. Ну, в отсутствие черного коня на Ф6 в этом нет ничего страшного. И последовал двойной удар в ферз Б3. Опять-таки нападает на коня. И вот теперь не ферз Б6 и золотая бета-2, а конь С4 угрожает ни много ни мало вилка. Пренеприятная угроза, я вам скажу, дорогие друзья. Можно без пешки остаться черными. Но пешку потеряют точно черные. Так, 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 Ян, надо собраться. Ян, ну как же так? Надо тут что-то придумать и забрести. Надо взять А6. А если конь Б6 просто? Не, ну пешку-то уже потеряли, да. Пешка лишняя. Нет, что-то здесь Янчик не досчитал. Не досчитал. Слан А3 может погорячился, потому что у Слан А3 все форсировано. Борьба только начинается. Да, вот сейчас Е4, наверное. Или Б5. О, вот это интересно. Пешка С6 ослабление, видимо, он считает не очень важным. Так, ферз Б3, ладья бьет А2. Ах, какой молодец. Он же просто пешку съел. Я не уверен. Более того, я считаю, что Ян издалека это все не видел, но нашлось. Вот так бывает у талантливых шахматистов. Он этого не видел, но оно нашлось. И надо уже играть ладья С2, наверное. Ладья С2, да. Ладья С2 как-то к пешке С6 цепляться. Я думаю, все равно у белых поприятнее, но, видимо, не настолько, насколько мы с тобой, Илья, думали. Да? Может быть, сейчас просто можно взять и Е4 сыграть? А Ян сыграл сразу. Е4 это очень мощное движение. То есть теперь черные вскрывают слона на Ж7, который, видите, притаился за черным королем. Так этот слон теперь бьет вдаль на пешку Б2. Ну что, я думаю, на Е4 надо все-таки съесть, да. И черные берут ладья, бьет Б2. Похоже, позиция уравнивается постепенно. Мне кажется, что, ну, даже у черных какая-то отдаленная выходная. Ну, черные поприятнее, наверное, особенно, учитывая, что это блиц. У них 50 секунд лишнего времени. Не знаю, не знаю. Тут надо посмотреть. Если белому удастся в центре как-то выставить структуру Е3-Д4, тогда я не уверен, что так это будет все уж благоприятно для черных. Пешка на С6 все-таки слаба, а пешка Б5 пока никуда не идет. Да, король просто подходит к центру, конь уходит, Д4 сыграет. Петр Вениаминович, тем не менее, мне кажется, что позиция примерно равная. Я думаю, что ничто не предвещает беды. Но в блице это дело буквально одного хода. Ф5. Ф5, мне кажется, да, тоже так. Надо коня сбить. Агрессия. Пытаться ладью на Б7 перевести, как-то, С5 толкнуть. Ну, не стоять же просто так. Или можно короля вести. А сейчас конь Б3, конь Д4. Нет такой идеи. Хотя там С5 уже была бы идея. На самом деле соперники делают достаточно прочные, крепкие ходы. Ж5. Ох, Ян. Ох, Ян. Мне кажется, Ян где-то немножко гневит судьбу. Сейчас как бы не доиграться. Потому что на Ф5 еще пешка стала слабой. Идет вперед. Вот молодой боец. А вот боевик какой. С гранатометом на плече. Ирландский боевик? Нет, наш. Брянский? Брянский. Брянский боевик? Брянский боевик. Это особенно страшно. Это хуже, чем ирландский. Это да. Остальные там просто рядом не стоят. Так. Минута. Минута. И судя по задумчивости Яна, не все так просто. Уже Е4. Видите? Ходом Ф4 он фактически спровоцировал сход белой пешечной лавины. И она пошла вперед по центру. Не знаю, Илья, не знаю. Мне кажется, что дергает тигра за усы. Да, да. То есть движение пешек на королевском фланге. Не очевидно. Несколько избыточный характер. То есть и по времени уже сравнялись. Да. Вот теперь получается так, что у белых ученых есть проходная. Но вот решил активизировать ладью. Вопрос в том, не потеряется ли пешка на С6. Вот сейчас. Прямо сейчас. И Свидлер вполне резонно указывает молодому сопернику на недостатки в его игре. Да. Пришлось вернуться. Пришлось вернуться. Король Д3. То есть белые усиливаются, а что делают черные? Черные, похоже, как-то. Ну, вот это оборотная сторона вот этой смелости, игротской такой хватки. Но, с другой стороны, Ян набрал в этом турнире так много очков, что он заслужил уважение от этой своей активности. Молодец. Коня надо уводить. Куда? Коня в три можно? Коня в три или Коня в три? Не знаю. Коня в три, наверное, лучше. Коня в три, может быть. Хотя он думает о ходе С5. Там ход С5 появляется. А Конь Б3, тогда ладья Ф6. Ладья на Ф3 идет. Вот тут есть непростые вопросы. Коня в три. Вот теперь С5 интересное решение. И там черные пешки могут проскочить. Хотя белые могут смело сыграть в Д5. И возникнет гонка уже пешек проходных. Так. Ну, вот теперь белая ладья уже идет вперед. Сейчас белая ладья зайдет в черный тыл. И черный может поплохеть. Так, по-русски говоря. Белый король еще на Е4 выходит. Да, король еще на Ф5 идет. Постепенно переигрывает Свидлер своего молодого оппонента. Ладья Ц1. Да, вот так технично. Потихонечку. Сейчас белый конь. Ж4 так будет сыграно. Д5. А, вот так простенько. Не знаю, не слишком ли просто сыграл Свидлер. Сейчас еще конь на Д4 пойдет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Ну, вот это уже... Там 10 секунд оставалось. Е7, видимо. Да? Угроза. Но сейчас ладья Д3. Исход пока. Ладья Д3. Конь Д4. Да. Непростая ситуация. Все. Лишняя фигура у Свидлера просто. Лишняя фигура. И шансы на спасение у Яна призрачные, мягко говоря. Так. Король Е4. Да, ну, просто выигранная позиция. Объективно говоря, это просто выиграно. Может, Аш-3 просто сыграть? Да, какой изящный... Изящная конструкция. Да, это конец. Ну, такая позиция не спасается. Ладья Аш-4 просто. Ладья Аш-4. Можно и так. Ну, можно съесть просто на Ж4, да. Абсолютно безнадежная позиция. То есть, Ян из чистого упрямства здесь сопротивляется. Но, конечно, ну, такую позицию спасти абсолютно невозможно. Конь Ф3. Да. Конь Ф3, Ж4, да. И ладья Б8. Ну, можно съесть ту пешку там, чтобы она не мешалась. Ну, или просто, видите, теперь пошла. Ну, тут нечего комментировать. Да, нечего. Просто выполняем свой профессиональный долг. Ну, то есть... Король Ж5 сейчас сыграет. Нет. Нет. Пошел вперед. Ну, на самом деле...